За лучший пиар миллион тенге. Беспрецедентную акцию в Казахстане закатила главная партия Нуратан. Сорвать огромный куш сможет любой казахстанец, кто ярко, красочно и емко сможет рассказать о бесчисленных заслугах пропрезидентской политической организации. Хвалить партийные дела Ельбасы Назарбаева разрешено в виде статьи или очерка в форматах интервью социального расследования, радио или телепередачи. И в качестве намека, а точнее в помощь начинающим барзаписцам несколько приоритетных программ Нуратана. Борьба с коррупцией, обеспечение защиты прав и свобод граждан и, конечно, грандиозные планы на будущее, выраженные в новой стратегии Казахстан-2050. Нуратан – партия будущего. Вот я хотел еще обратить внимание на название Нуратана. Народно-демократическая партия Нуратана. Сплошь, на мой взгляд, фальшивые названия. У казах есть такая поговорка. Жаман-Иттенатен бурбазаруэ. То есть, фальшивую собачонку кличут волкодава. Ну, примерно так же. Вот какая же она народная, если Нуратан, значит, ликвидировала мажорстваренную систему выборов и отсекла от выборов беспартийных. И не стоит воспринимать всерьез слова Джасарала Куана Шалина. Правительство Казахстана называет его опальным политиком. Нуратан – партия реальных дел. И совершенно не важно, что благополучие государства писано вилами по воде. Главное верить – все будет хорошо. Может быть, к 2020 году или к 30-му, но к 50-му-то обязательно. Точная дата – это же мелочи по сравнению с глобальным будущим процветанием. К слову, будущее – любимое время приспешников Назарбаева. Даже слоган партии гласит «Созидай будущее». А на сайте nuratan.kz над светлой надписью красуется и сам гарант стабильности и процветания страны Нурсултан Назарбаев. Фактически Нуратан воплощает в себе в своем названии родину одного человека. Нур-Султан. Нур-Утан, значит, заболел лучевой болезнью. Ну, Нур – это луч, значит, лучезарный. Вот. И заразил всю страну. Сейчас куда не ступишь, везде Нур. Нур-Нур. То есть эпидемия такая пошла. И все это говорит о том, что Нур-Утан – это вообще не народная и вообще не демократическая партия. И она не должна вообще-то воплощать в себе нашу родину. Нет. Не слушайте вы лауреата премии «Свобода» Джессарала Куанышалина, приговоренного, кстати, в 2006 году к двум годам тюремного заключения за оскорбление чести и достоинства бессменного лидера нации. Как он, негодник, посмел замахнуться на самый святой символ процветающего Казахстана. Ведь Нур-Султан Абишевич, как известно, страстно бдит, чтобы любое проявление коррупции пресекалось, а каждый казахстанец чувствовал себя свободным. И качество жизни граждан стремительно росло. Эффективность государственного управления Нур-Отан очевидна. Государственные органы должны служить интересам каждого казахстанца, а государственный аппарат – быть компактным и высокоэффективным. Все звенья государственного аппарата и уровня власти должны быть ориентированы на измеримый, прозрачный и понятный для общества результат. Каждый вложенный тенге должен прямо пропорционально отражаться на улучшении качества жизни казахстанцев. Громко, солидно, всеобъемлюще, но совершенно непонятно. Да это и не важно. Главное – упомянуть национальную валюту, которая, несомненно, подпитает благосостояние абсолютно каждого казахстанца. Правда, пока все в точности да наоборот. Но сейчас и нехваленный 30-й год. Терпение, господа, терпение. Однако уже сейчас любимая всеми Нур-Отан дает шанс стать миллионером. Примеры написания хвалебных статей на каждом билборде. Пара ярко-сочных фраз от себя, и ты – потенциальный призер. Не повезет в этот раз, повезет в другой. Имиджевых компаний и примитивных лотерей от партии Нур-Отан всегда в достатке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова